Осенняя пора. Время погасить долги перед государством. Налоговая служба начала рассылку уведомлений. Платить тверичане будут за имущество, которым владели в прошлом году. Как рассчитывают налог на недвижимость и что делать, если начислили лишнее, расскажем в следующем сюжете. Проверяем почтовые ящики офлайн и онлайн. Налоговая начала рассылку уведомлений. Налог на недвижимость рассчитывают так. Налоговую базу умножают на ставку, долю в собственности и коэффициент периода владения. Налоговая база в отношении комнаты определяется как кадастровая стоимость за вычетом 10 квадратных метров кадастровой стоимости этой комнаты. Кадастровую стоимость квартиры мы уменьшаем на кадастровую стоимость 20 квадратных метров этой квартиры. А если это жилой дом, то уменьшается на кадастровую стоимость 50 квадратных метров жилого дома. Дополнительный вычет есть у семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Для них предусмотрено уменьшение налоговой базы на 5 квадратных метров в отношении квартиры и 7 квадратных метров в отношении дома на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Помимо того вычета, который положен, к примеру, любой семье по дому, например, по дому не облагается 50 квадратных метров, дополнительно ещё на каждого ребёнка по 7 квадратных метров тоже не облагается. То есть в данном случае, если, к примеру, дом 100 квадратных метров, 50 не облагается, ещё трое детей по 7 квадратных метров, 21 метр, 71 квадрат не будет облагаться. За остальные квадратные метры мы уже произведём начисление налога. Следующая цифра в расчётах – налоговая ставка. Она зависит также от вида объекта и его стоимости. Базовая для жилой недвижимости – гаражей 0,1%. Но местные власти могут её уменьшить или увеличить максимум в три раза. Ещё один ножитель – коэффициент периода владения. Он равен единице, если имущество в собственности от года. Меньше определяем так. Делим количество месяцев владений на 12. Если квартиру приобрели до 15 числа включительно, месяц считается за полный. После не считается вовсе. Если продан и начислили за все 12 месяцев, то налогоплательщику не стоит расстраиваться. Необходимо написать нам обращение, любым удобным способом, через МФЦ, через наш официальный сайт, в том же личном кабинете, о том, чтобы мы уточнили этот вопрос, мы это сделаем, мы произведём перерасчёт. Льготы в нашем регионе по налогу на имущество получают препенсионеры и пенсионеры. Также ветераны боевых действий и инвалиды. Они освобождаются от уплаты налогов за один объект каждого вида. За одну квартиру, один дом, один гараж. За второй придётся платить. Предпенсионеры – это женщины, возраст 55 лет, мужчины 60 лет. На них распространяются все те льготы, которые положены тем же пенсионерам. Что касается земельных участков, существуют льготы в размере 6 соток на один земельный участок. Например, налогоплательщик имеет два участка. Один – 6 соток, другой, например, 5-8 соток. То есть второй участок будет облагаться налогом. Если у налогоплательщика в собственности земельный участок в размере, к примеру, 15 соток, то 6 не будет облагаться, а за 9 налоговые органы произведут начисление земельного налога. Если имуществом давно не владеешь, а налог всё-таки насчитали, напишем заявление и прикладываем выписку из ЕГРН. Договор купли-продажи не подойдёт, если он без отметки Росреестра. В таком случае не считается документом, подтверждающим переходы права собственности, даже если у вас стоит штамп. В нём непонятно. Это просто дата штампа. Подать документы можно в личном кабинете налогоплательщика, отправить по почте или прийти лично в налоговую инспекцию. Продолжение следует...